Андрей Георгиевич, добрый день! Добрый! Давайте вспомним, вот вы, ваша подпись есть под историческим документом, протокол, который был потом направлен военно, для того, чтобы Россия получила домен РУ, и, соответственно, права на управление доменом РУ были делегированы Российскому Миниру развития общественных сетей. Это был декабрь 93-го года, когда такое соглашение, наконец, было достигнуто. Ведь путь-то был непростой. Ну, на самом деле, путь был достаточно простой, по крайней мере, в той степени, в которой я в нем участвовал. Дело в том, что в то время уже для России домен существовал. Это был домен SU, и, в общем, все в нем происходило достаточно стабильно, он развивался как-то. И вдруг возникло новое государство, и, соответственно, новый код, это код РУ. И было подано несколько заявок на этот код. Я сейчас даже точно не вспомню, кто был инициатором этих заявок, но их было штуки три. Ну, и возникла необходимость как-то это согласовать внутри сообщества, потому что иначе ни одна из этих заявок не могла пройти. Ну, придумали способ, как это согласовать. Собрали в тот момент действующих операторов, которые предоставляли услуги доступа к интернету и были каким-то образом заинтересованы в продвижении этого домена. Появилась организация, достаточно удобная для того, чтобы на нее эту функцию возложить. Это РУСНЕЙРОС. Потому что нейтральная. Почему удобная? Ну, да. Она нейтральная. Она не была, так сказать, оператором. Она занималась проектами развития общественных сетей, как следовало из ее названия. И, в общем, я так, как помню, с первого раза удалось найти сразу, да? Достаточно быстро. И, собственно, появился этот протокол, который, в общем, дал старт процессу внедрения этого домена, создания, собственно, этого домена, принятия кода как общего для нового государства. Ну, как-то так вот. Какова была роль государства, роль сообщества, интернет-сообщества на тот момент, роль бизнеса, если она вообще тогда еще, интернет-бизнес только зарождался в России в момент появления национального домена. И самое-то главное, почему вдруг было принято решение, что нам нужна распределенная система регистрации, почему вот были функции в 2000 году, ну, по сути, разделены? Ну, если мы говорим про вот тот путь, который, так сказать, прошел российский интернет между 1994 годом, вот предыдущим мы обсуждали, предыдущее событие создание домена.ру, и 2000 годом, все-таки шесть лет прошло. И понятно, что на этом историческом, как бы, периоде, ну, зародилось много новых тенденций. В частности, если сначала это был чисто операторский бизнес, то это был доступ к интернету, это была там электронная почта, новости, там, какие-то еще сервисы, но в основном, которые крутились вокруг операторов доступа. То вот за этот период создалось, создались новые бизнесы, новые, скажем так, тенденции образовались, и уже можно было говорить об интернет-бизнесе, то есть непосредственно не связанном именно с операторами доступа. Пришли большие операторы, так сказать, в основном на базе, там, мобильных операторов, каких-то телефонных операторов, можно не вдаваться в детали, кто это был, но их появилось достаточно много. И на самом деле модель, когда у нас был, по сути, одна регистратура, один регистратор и много-много его партнеров, модель достаточно стандартная и как бы в мировом масштабе, имеется в виду в различных других странах тоже примерно такие же модели были. Но постепенно тенденция и на международном уровне образовалась в том, что начали формироваться распределенные регистратуры. Ну, поскольку выросло, ну, драматическим образом, конечно, может быть, не в России, но за рубежом, выросло количество этих доменных имен, и уже, конечно, одному игроку было сложно управляться с этой массой клиентов. Подобная ситуация возникла и в России, и мне кажется, что модель, когда регистратура и много регистраторов, которые сами определяют свои, как бы, и маркетинговые политики, и вопросы работы с пользователями, Ну, в общем, стало достаточно актуальным. Процесс зародился в рамках резюнционной группы, домена ROOL. Да, интересно. Он уже абсолютно был, так сказать, с одной стороны, профессионалы, с другой стороны, люди не получали за эту зарплату, представители операторов, они были, может быть, по бизнесу как-то связаны с этой деятельностью, он влиял на их работу? Естественно. В основном это все-таки оставались операторы доступа, количество которых увеличилось к 2000 году, но, тем не менее, начали появляться и представители уже интернет-сервисов каких-то. А легко было принять такое решение? Или все-таки с тень сомнений была? Опять же, с государством советовались, не помните, на тот момент? Ну, хотя решения все предварительно готовились в рамках координационной группы, но уже, конечно, для создания именно координационного центра поддержка государства была нужна. По крайней мере, ну, может быть, даже не только поддержка, сколько согласование, так сказать, вот, как бы этой тенденции с тем же Министерством связи, которая тогда выступала в качестве координатора, может быть, этой сферы деятельности. Но, надо сказать, что участие государства был там некий оформлен протокол, но, тем не менее, передача функции координации управления доменом государства в тот момент она как бы не реализовалась. То есть, не унесение изменений в какие-то подзаконные акты, а приказы министров, оно не прошло согласование с Минюстом, и, соответственно, государство осталось немножко в стороне от этого процесса. Хотя идея была поддержана, и, собственно, государство выступило, как бы, скорее, может быть, не столько гарантом, сколько координатором этой деятельности. Именно создание КЦ, и участие различных организаций, представляющих и бизнес, и, ну, в основном бизнес, конечно, это Ассоциация документальной электросвязи, Союз операторов интернет, тот же Роснейрос, кто у нас там еще? РАЦИТ. РАЦИТ. Вот это как раз уже. РАЦИТ, да, это пользовательское такое ответвление этих организаций. Собственно, практически всех стейкхолдеров, так называемых, мы пригласили к участию, и, в общем, это заложило основы для организационной формы Координационного центра. Ну, мы вспоминали, что, с одной стороны, там у Роснейроса была непростая задача продолжать быть техническим центром, отпочковался от Роснейроса регистратор, он был единственный некоммерческий Росцентр долгое время, поскольку обслуживал... В какое-то время, да. Да, ряд доменов для госорганов в том числе. В этот момент, вот Мария Степановна, первый директор Координационного центра, она много ездила на консультации в госорганы, в администрацию президента, рассказала, что все-таки держали руку на пульсе, хотя строго юридически только появился представитель министерства в Совете Координационного центра, как в органе, который разрабатывал правила и утверждал правила регистрации доменных имен, и наделили его правом вето. Правильно это было решение? Ну, надо сказать, что решение было, ну, скажем так, для того, чтобы какие-то гарантии предоставить, что в случае чего, если что-то пойдет не так, можно было решение принимать с точки зрения государства необходимые для проведения государственной политики. Но, надо сказать, что на моей практике ни разу права вето использовано не было. Может быть, потом как-то оно было использовано, но во время моего директорствования ни разу это не было использовано. Какой уровень представительства министерства был в Совете? Вот кого делегировали обычно, там, директоров департамента, замминистра, кто вот? И насколько они были вовлечены в деятельность Совета? Ну, надо сказать, что уровень был разный. И были и директора департамента, и заместители министра, и руководители отделов. Долгое время у нас, например, был Михаил Якушев, руководитель юридической службы юридического департамента. Был замминистра Маслов какое-то время, был господин Солдатов, тоже в ранге замминистра. Ну, то есть, в общем, в общей сложности, в основном, конечно, это были руководители департаментов и заместители министра, ответственные за направление интернета в рамках министерства. Были и ниже, конечно, но это было один раз всего. Роль разная, в зависимости от вовлеченности, скажем так, в проблему. Все-таки человек решает. Ну, конечно. Не должность, не статус, а и вовлеченность. Если Михаил Якушев был, например, полностью вовлечен и знаком с этой областью и в рамках своей юридической деятельности, то, может быть, кто-то из представителей министерства приходилось долго рассказывать, о чем проблема, что там, как там и так далее. И, ну, не только доменными именами, так сказать, в принципе, это же были уже тогда, начались вопросы так называемого управления интернетом. То есть, развитие интернета, и это же у нас одна из уставных задач координационного центра. В том числе, развитие. В каком году это произошло? Это произошло в 2005 году. Ну, надо сказать, что случайно. Честно сказать, просто казалось, что я был свободен в тот момент более-менее по своим каким-то другим активностям. И Алексей Павлович Платонов предложил мне податься на конкурс должность директора выборная, поэтому предложить свою кандидатуру для выборов директора. Ну, случилось. Я считаю, что, честно говоря, с тех пор прошло уже больше 15 лет. Я работаю в координационном центре, мне работа нравится, я считаю, что я на своем месте и, не знаю, надеюсь продолжать эту работу еще какое-то время, по крайней мере. Хотя уже, так сказать, пенсионный возраст, конечно, заставляет думать о том, как организовать свою жизнь, так сказать, уже на пенсии. Ну, вот вы уже так упомянули, что у Крымского центра, ну, практически с самого начала, да, появились задачи, связанные с работой на международных площадках и, наоборот, с привлечением международных мероприятий в Россию. Вы во многом стимулировали именно это направление деятельности. Почему было решено сфокусироваться на IGF-ах, на участие в профессиональных ассоциациях, на работе с ICAN? При вас же, кстати, формализовали отношения с ICAN как раз между КЦ как регистратурой, да? Ну, скажем так, я вот для себя считал, что основной точкой приложения сил на международной арене, конечно, для КЦ был организация такая, которая называется «Центр». Это ассоциация европейских регистратур. Ну, потому что, на самом деле, в рамках ICAN и вообще в рамках других международных проектов голос отдельной регистратуры, он может, конечно, звучать, но надо очень громко стучать тапком по трибуне, чтобы, так сказать, привлечь к себе внимание. А вот участие в международной организации и формирование уже там позиции сообщества регистратур, оно и на уровне ICAN, как бы, уже звучит достаточно мощно. Поэтому вот мы сосредоточились для начала на сотрудничестве с Центром. Необходимость формализации отношений с ICAN, она была связана с тем, что был запущен в ICAN процесс формирования вот этой инфраструктуры взаимодействия с национальными регистратурами, которые непосредственно под, ну, скажем так, координацию управления ICAN, они не попадали никогда, да они и сейчас, собственно, не попадают, потому что все свои правила регистратура определяет сама. С ICAN мы взаимодействуем только на уровне участия в управлении корневой зоной. Ну вот, начали мы с Центра. Если говорить про процессы, связанные с международными вопросами именно управления интернетом, а в частности, вот, форумам по управлению интернетом, то как раз 2005 год это был, когда прошла Всемирный саммит по информационному обществу, и первое мероприятие Всемирного форума произошло в 2006 году, я там был, кстати, и именно тогда координационный центр, ну, по мере силы возможностей, начал содействовать этому процессу, так сказать, я рассказал об этом коллегам в Совете, и мы тогда даже какие-то небольшие деньги перечислили в фонд, который обеспечивал функционирование секретариата международного форума. И до сих пор мы этот процесс продолжаем, мы вносим туда какие-то свои, так сказать, вклады, получаем отчеты, и наш значок стоит на форуме по управлению интернетом, как спонсирующая организация. Это важно, на самом деле, быть, как бы... Частью глобального процесса. Да, это правильно, частью глобального процесса. Если говорить про вовлечение наших партнеров, регистраторов, в международную повестку, то мы совместно, скажем так, придумали с компанией Руцентр некую форму. Это Тел Декон, наша, так сказать, ежегодная конференция первой. Вы знаете, как это расшифровывается? Топ-левел-домейн-конференс. Вот такое сочетание дает Тел Декон. Первую мы провели, по-моему, в 2008 году. Да, в Софии, сентябре. В 2008 году. Задача была вовлечь регистраторов как раз в процессе, в том числе, управления интернетом и устроить обмен опытом между европейскими регистратурами, регистратурами Восточной и Южной Европы и вообще европейскими регистратурами и нашими регистраторами, и их регистраторами. То есть это было такое сообщество, мы попытались сформировать регистратур и регистраторов. — По региональному признаку, то есть постсоветское пространство плюс восточный рунок. Те, кто были близки… — Нам проще было их привлечь к этому процессу. — Проблемы более такие? — Похожие законодательства, и похожие пользователи, и все говорят по-русски. — Культурный код, да. С 2008 года два языка официально ходят конференции русский-английский. — Да, два языка, и, может быть, это важно для каких-то участников конференции, но, еще раз, большинство говорит по-русски, и некоторые даже, так сказать, говорят по-русски, но делают вид, что английский им является более удобным. Так тоже бывает, но, тем не менее, тем не менее, всегда удаются. То есть на полях в большинстве случаев мы… — Ну, в кулуарах, по-моему, только общение на русском идет, даже с теми, кто иногда доклады делает. — Нет, не только, не только. — Безусловно, есть и международная организация, и «Теладикон» вышел. Он стал, ну, на мой взгляд, конференция вписалась в график международных мероприятий, по крайней мере, в европейском регионе, именно отраслевых мероприятий, и заняла свое, ну, такое заметное место. — Ну, стараемся. Сколько прошло-то уже, так сказать, 12 лет, наверное. — Даже 2020 год не пропустили, провели в онлайн. — Да, последнее мероприятие, которое мы провели в онлайн, мне кажется, что получилось, и, в общем, интерес был, и, как бы, дискуссии получились содержательные. — И, на самом деле, несмотря на то, что многие говорят, что все устали вот от этого онлайна, так сказать, всякого, и что уже, конечно, надо бы встречаться, так сказать, очно. — Да, надо встречаться очно, но, на самом деле, контент, который формируется в онлайне, он, в общем, достаточно конкурентен, так сказать, с оффлайном, поэтому… — Ну, кстати, вот, между прочим, сегодня пришла в голову мысль, что в Клабхаус, так сказать, народ ломится, а это же онлайн, это тот же самый онлайн, это те же самые круглые столы, которые мы проводим в рамках ИТЛ Декона, там формат тоже у нас обычно круглых столов, и вот в конференции РИКФ, которая, так сказать, сейчас вот скоро будет, тоже круглые столы, это те же самые дискуссии, которые примерно идут в Клабхаусе и даже по похожим вопросам, часто. — Ну, вот говоря о международной деятельности, тут важно, мне кажется, особенно выделить российский национальный форум по управлению интернетом. Впервые он был как часть глобального как раз диалога по управлению интернетом, проведен в 2010 году, в год, когда корпорация ИКН делегировала домен кириллический РФ в нашей стране, было на довольно высоком уровне, на тот момент министр связи Игорь Щеголев, президент Айкен Ротбэкстром прилетал, вручали красивые все эти документы. Это все было очень пафосно, с одной стороны, а с другой стороны послужило хорошим таким толчком к тому, чтобы эта тематика стала обсуждаться ежегодно. И, в принципе, уже в этом году 11-й форум пройдет, и за эти годы существенно менялась повестка форумов по управлению интернетом, поскольку в первую очередь национальный этап позволяет приземлить эти глобальные вопросы на свою почву. С точки зрения регуляторного воздействия, которое все время усиливается во всех странах мира, требует уже очень многие пользователи международной регуляторики отношений, возникающих в связи с интернетом. Как это все влияло на повестку национального форума, и как это коррелирует с повесткой глобальных форумов по управлению интернетом? Ну, надо сказать, что, конечно, глобальный процесс и форум, ну, как мы называем, большой форум по управлению интернетом, мировой, он примерно состоит, ну, где-то из 200 различных сессий, которые там идут параллельно по 9-10 потокам непрерывно в течение недели. Ну, по крайней мере, это было вот не так давно, когда еще пандемия нам не мешала проводить эти мероприятия в полном объеме. То есть, практически большинство вопросов, которые так или иначе могут прийти в голову в связи с темой управления интернетом, а которые включают в себя практически все вопросы развития и интернет-технологий, и сервисов, и отношений в рамках интернета, то российский форум, он ограничен и по времени проведения, и по той повестке, которая, возможно, будет рассмотрена в рамках этого мероприятия. Поэтому мы для начала для себя сформулировали несколько базовых вопросов, по которым мы хотели выстраивать там дискуссии. Это были вопросы регулирования, вопросы международного сотрудничества, вопросы развития технологии. Ну, то есть, вот пять вопросов, которые определяли основные направления. И вокруг этих вопросов мы старались выстроить конкретную дискуссию на примере тех особенностей национальных, которые на тот момент были актуальны. И практически из года в год мы таким образом повестку и формировали. Ну, были годы, когда был акцент, например, на общие подходы стран BRICS к вопросам управления интернетом. Были годы, когда мы делали акцент на IDN-технологии в связи с тем, что как раз в наших странах, во многих близлежащих, есть свои IDN-домены, есть существенно сдерживающие факторы, ну, в частности, отсутствие универсального принятия таких доменов и адресов электронной почты. То есть, и были свои изюминки каждый год. Кстати, какая изюминка в 21-м? В 21-м году мы считаем, что, ну, скажем так, в прошлом году. Начало было положено позапрошлом году с формированием панели высокоуровня при Генеральном секретаре ООН по вопросам сотрудничества в интернете. И это, как бы, заложило основы некого процесса, который активно сейчас проводится на уровне организации объединенных наций, ну, и на уровне сообщества всего, в том числе сообщества, которые участвуют в форуме по управлению интернетом, ну, и на различных других площадках, в которых обсуждаются те или иные аспекты этого управления интернетом. И как раз в этом году вот секция, которая будет открывать наш форум, она будет посвящена вопросам реализации дорожной карты, которая была разработана, предложена Генеральным секретарем ООН по формированию экосистемы сотрудничества уже на уровне вот именно ООН. И развитие процесса IGF на, скажем так, обозримую перспективу. Мне кажется, еще два важных момента, которые как раз, когда глобальный форум влияет, в том числе на повестку национального, это молодежь и вовлечение молодежи в вопросы управления интернетом и более широкое участие парламентарев. Ну, да. Надо сказать, что привлечение молодежи к повестке, оно началось достаточно давно. И я не помню, какой год был, это был Вильнюс, когда первый раз я увидел чуть ли не школьные лица на площадке форума, когда эта молодежь бегала с камерами, микрофонами и брала интервью у великих деятелей интернета, ну и озвучивала как бы уже со сцены большого форума свои какие-то взгляды на возможное развитие. Потом процесс был преобразован в форму молодежных форумов по управлению интернетом. Ну, это своего рода такие образовательные, скорее, проекты, когда определенные аудитории тех молодых людей, которые интересуются вопросами, давались первоначальные, так сказать, знания, какая-то подготовка, а потом с использованием подхода от мозгового штурма формировались так называемые послания. То есть, кратко изложены идеи вот этой молодежной аудитории по актуальным вопросам. И мы тоже, так сказать, в прошлом году начали такой процесс совместно с Осколково. В прошлом году не удалось нам провести, но надеюсь, что в этом году более... судьба распорядится более... Ну, благосклонно. Я думаю, что все случится. Да, я тоже думаю, что все случится. Но давайте еще так. Помимо того, что у нас есть это как отдельный трек на нашем форуме по управлению интернетом, есть же еще и наши инициативы Координационного центра. В 2020 году это летняя школа управления интернетом, она тоже встраивается в АГФ. В этом году спецкурс, и тоже будет летняя школа. Ну, то есть, насколько вообще... И почему этим должен заниматься Координационный центр? Очень многие мне задают этот вопрос. Почему мы оператором? Ну, скажем так, вообще, мы уже говорили раньше, что одна из задач Координационного центра уставных – это развитие интернета в России. и выстраивание региональной системы самоуправления, тоже описано у нас в основных направлениях деятельности. Мне кажется, что привлечение именно молодежной аудитории, когда людям это еще все интересно, причем это так необычно оказывается. Многие, так сказать, собственно, и не знают, что есть какие-то такие процессы, которые позволяют всем заинтересованным сторонам внести свой вклад, так сказать, в формирование и тенденций, и формирование каких-то конкретных решений. Молодежь – наиболее чувствительная аудитория. И я считаю, что тот опыт, который мы провели в прошлом году, вот, с летней школой, он достаточно удачный. У нас 30 выпускников было, на первом этапе участвовало почти 60 человек. И люди, с этими людьми мы продолжаем встречаться, мы работаем с ними и в рамках нашего дискуссионного клуба, где обсуждаем различные вопросы, связанные с какими-то интересными событиями, происходящими в области интернета. И привлекаем их, в том числе, для передачи уже своего опыта новым участникам. И вот сейчас молодежного трека, я думаю, что и в рамках летней школы в этом году мы тоже будем их привлекать. То есть идет наращивание, то, что называется, наращивание потенциала. Это должно дать свои результаты, потому что уже в различные области приходят люди, которые получили какую-то начальную подготовку в этом смысле. Надо сказать, что вот один из наших выпускников теперь работает в НИИ-радио и помогает, в том числе, нашему министерству при формировании какой-то позиции, связанной с международным участием в процессах управления интернетом. Пандемийный год все-таки оказал влияние на нашу отрасль, при том такое достаточно существенное. А я сейчас не говорю про показатели регистрации доменов. Там, в март-апрель переживали все некий бум, даже российский домен.ру. Мы видели, что малый бизнес, средний бизнес начал осваивать интернет-пространство чуть активнее, чем раньше. Но потом все равно все пошло по более классическому варианту. А вот по поводу мероприятий, например, центр, тот самый, о котором мы говорили, Совет Европейских, регистратур, он уже заявил, что одна из двух генеральных ассамблей даже после пандемии будет проходить исключительно онлайн. Всегда онлайн. Они заботятся о выхлопах об окружающей среде и говорят, что надо поменьше все-таки летать и СО2 увеличивать от полетов. Это европейский подход, зеленый, прогрессивный. А даже те конференции, которые будут в оффлайновом формате, надо подобрать так, чтобы было удобно с точки зрения транспортной доступности, европейские хабы, куда прилететь можно с любой точки, без проблем, без большого количества пересадок. Ну, вообще, конечно, бизнес-туризм пострадает сильно, я думаю, что по результатам пандемии, что подходы действительно немножко изменятся. И может быть, столько мероприятий, когда надо куда-то лететь, может быть, оно столько и не нужно. На самом деле, если сложить все точки, в которые можно было бы посетить с целью участия в различного рода конференциях, то получится, ну, не знаю, в месяц по два мероприятия. Это слишком, мне кажется. Это правда, да. Ну, мне кажется, еще и будучи за гибридным форматом, то есть, когда кто-то не может участвовать оффлайд, но можно подключить теперь уже дистанционно, мне кажется, это войдет в правила организации международных мероприятий. Оно и было-то, оно и до этого уже такое было удаленное участие, а ICAN, в частности, активно практиковала. Ну, и не только ICAN, надо сказать, что и другие международные организации, и вот организации инфраструктуры ООН, например, всегда была возможность, ну, не столько, может быть, удаленного участия, а удаленного прослушивания, условно говоря, прослушивания тех или иных мероприятий. То есть, можно было находять гостиницу, уже собираясь на конференцию, уже включить компьютер и, так сказать, ну, фактически удаленно участвовать в тех сессиях, которые там уже на этот момент проводились. То есть, ну, наша отрасль такая, что мы практически все время, так сказать, имеем возможность использовать новости технологии для того, чтобы оптимизировать, скажем так, участие в различного рода мероприятиях. Да и проведение, на самом деле, переговоров и каких-то корпоративных процессов в онлайне, я думаю, что наладилось уже более-менее. Может быть, не так эффективно, как хотелось бы, но, тем не менее, все развивается, и я думаю, что форма удаленного участия, она будет принята во многих процессах. Если посмотреть на будущее десятилетия, роль КЦ, раз уж мы говорим сегодня именно о КЦ с точки зрения международных проектов КЦ, участия в международной деятельности, как вам видится? Ну, надо сказать, что вот мы, наверное, тут тоже не оригинальны, и если, может быть, лет, те же самые 10 лет назад, немногие регистратуры как-то уделяли какое-то существенное внимание процессам управления интернетом и популяризации этой поездки на своих каких-то локальных площадках, да, то сейчас этот вопрос становится более актуальным для многих регистратур, и в частности даже в рамках АйКен, в рамках ССНСО, это сообщество национальных регистратур, регистратуру в рамках АйКен, сформирована рабочая группа, которая обсуждает вопросы участия национальных регистратур как раз в популяризации популяризации экосистемы управления интернетом, но это не только регулирование, на национальных площадках. Я думаю, что этот процесс будет развиваться, привлечение молодежи, диалог с государством, вовлечение других стейкхолдеров, в частности бизнеса, в том числе регистраторского бизнеса, в привлечении внимания к этим процессам и какое-то участие. Я не знаю, прорывов каких-то я не вижу, это такой процесс наращивания потенциала, но он всегда дает какие-то результаты, так сказать, положительные, мне кажется. Спасибо, Андрей Георгиевич. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин